Я дам пив. ХОРОШО! Пердящий кэнон, это нормальный панч. Твой обычный день, с чего он начинается? Мой обычный день начинается с пива и панчей. Какое у тебя образование? 9 нахуй классов. У меня образование полное дерьмо. Да, я закончил 9 классов и съебался из школы за месяц до конца 11-го, короче. То, что меня это заебало, я в один момент просыпаюсь и понимаю, что я не хочу никуда идти. И, короче, так решил бросить нахуй. Все. Ты родился и вырос в городе Владимир. Так или иначе, локально был известен здесь из-за своих экстремальных достижений. Узнают ли тебя на улице и сильно ли изменилась ситуация после выхода твоего первого батла? До батла, короче, на улице не узнавали. Ну, типа, пацаны только с района узнавали, когда, там, не знаю, пивас мы там с ними пили. Типа, чувак, я тебя помню, мы там с тобой пивас пили. Но это максимум, короче. А так, ну, после выхода батла ко мне пару человек уже подошло сфоткаться, короче. Подходили тёлочки фоткаться. И не тёлочки тоже подходили. Все подходили, блядь, фоткались, короче. Ну, в смысле, и парни ещё подходили, понял? Ну, типа, если не тёлочки, значит, парни логичны, там. Как родители относятся к твоему творчеству и видели ли они твой батл? Да, они видели, короче, мой батл. После этого отец у меня все панчи выкупил. Говорит, только я это. Говорит, про бэушные линзы было классно, говорит. Но я не понял про Марьяну, говорит, я потому что, говорит, не шарю. И, ну, это, типа, прикольно. А потом, короче, моей маме звонили какие-то родственники дальние, которых я вообще хуй знаю, кто это такие, какие-то там, блядь, сигны. Не знаю, короче, кто такие. И спрашивали, что такое палмдропов. Вот. И всё, короче. Ну, к родителям хорошо относятся, типа, поддерживают. Ну, по-любому, типа, почему нет, это всё охуенно же. Планируешь ли ты в будущем... Подальше, держи. Чё ты? Ебейся. Планируешь ли ты в будущем сам построить семью? Вот это нихуя себе. Ну, типа, нет, если не сдохну, конечно, да. Короче, нет, типа, если не сдохну, да, конечно, планирую построить семью. У меня есть любимая девушка и... Ну, тёночки же подходят. Я тебе больше расскажу, у меня даже и это, и нет, я просто, типа... Ладно, короче, хуёво всё у меня с этим, блядь, семья, если будет, то потом, как бы, сначала баттлы. Первым делом самолёта? Первым делом самолёта, да. Палмдропов. Как появился этот псевдоним? Ну, вообще, сначала я сделал тройной палмдроп, типа, с лестницы в сугроб, типа, я думаю, много людей шарят, о чём я говорю, короче. И потом, где-то через полгода, это был 2015 год, мы, короче, с питерскими пацанами, там был Тимур Иванов, по-моему, Колесников был, Антоха Базаров, Шулейман. Короче, Короче, Колесникова там не было. Вот, короче, тусили мы с пацанами с питерскими в Москве. И, короче, мы бухали водку, я учил пацанов пить водку. И, по-моему, Антоха Базаров спросил, а, Шулейман спросил, типа, где Кирюха? А, типа, я там был, и Колесников, типа, два Кирюхи. Вот, и Базаров такой говорит, ну, который этот, блядь, ну, который палмдропов, короче, типа, потому что тройной палмдроп, вся хуйня, короче. Вот, и потом они что-то угорать надеюсь начали, ну, и я такой, нихуя себе палмдропов, бля, прикольно, мне нравится. Пердящий Кэнон, это нормальный панч. Почему, почему он так не зашёл? Да почему не зашёл, я в душе не... Я начал вслух усываться, когда у меня это в голову пришло, и мне показалось, что это должно залететь. Там 50 на 50, это, блядь, иногда пиздец, как смешно, иногда прям пиздец, как типа, чего вообще. Поэтому хуй его знает, я такой похуй по фану решил вставить, потому что подумал, что а хуй мне терять. Вот, это особо, эта картина не поменяет, оказалось, что поменяло. Как много ты выпиваешь пива в день? Я, ну, типа, по чуть-чуть, 29 литров в день достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. Ребята, Кирилл. Мы, блядь, половину только проехали. Давай, расскажи, какие самые значимые для тебя татуировки. Паум-дропов, это самая моя значимая татуировка, потому что она самая значимая татуировка. Механизм меня. Вот это? Да, ты в руке эти предложения сделал? Да, я девушке делал предложенные. Столицу батл-рэпа, с высоты птичьего полета. Все неудачно закончилось, потому что, видишь, я, как видишь, пью нахуй, и что-то кольца у меня на руке оставили. А ты девушке делал? Да, предложение. Столица батл-рэпа, с высоты птичьего полета. Я вот думаю, добить вас всегда вот типа на смену, чтобы на работе выходили. Батутки. Да. После довольно-таки длительной спортивно-экстремальной карьеры, что тебя подтолкнуло, в принципе, подать заявку на Versus Battle? Эта великолепная история начинается прошлой весной. Я бухал как черт, ну, как бы, чуть меньше, чем сейчас, но, ой, больше смысла. Короче, блядь, бухал как черт нахуй. И, короче, не знал, что вообще со своей жизнью делать. Я бросил нахуй школу, блядь, работал бы тут на парке заебанные копейки, и вообще было все хуево. И, короче, когда я перестал пить каким-то образом, я поставил себе, короче, две цели. Я хотел что-нибудь выиграть на Юноне и попасть на Versus Battle 4. Что такое Юнона? Юнона – это Всероссийский фестиваль паркура. Это вообще-то, блядь, как это? Он называется Всероссийский фестиваль паркура, который проходит в городе Санкт-Петербург примерно каждый год. Вот, короче, типа, это клевая тема Юнона. И, короче, я что-то хотел ее... Я понимаю, что масштабы немного разные, типа, там, приз какой-нибудь на Юноне взять, типа, и попасть на Versus, типа. Но для меня это примерно на одном и том же уровне было, типа, похуй вообще было. Ну и, типа, что, я перестал пить, я приехал на Юнону, выиграл третье место. Нихуя не так, я считаю, что я выиграл первое. Короче, ладно, типа, было пиздато. Креативности первое. Ну, по креативности, конечно, я там единственный был, блядь, креативный. Ну, короче, было прикольно, типа, я третье место, типа, занял, и это было охуенно, короче, и все охуели, и я сам себя охуел. И, короче, потом такой думаю, ну, если, типа, думаю, Юнону выиграл, значит, и на Versus попаду. Вообще говно вопрос, типа. И почему-то у меня было столько, блядь, уверенности в себе, что я это сделаю, короче. Не знаю, почему у меня прям, блядь, меня переполняла уверенность. То есть я чувствовал, что должен туда пройти, что я обязан там быть по-любому, что так будет 100% Versus. Это моя последняя надежда была на что-то светлое в этой... Самореализации, может быть. Ну, да, 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 да. То есть последняя надежда, хотя бы, да, где-то самореализироваться в этой... Самореализоваться. Самореализоваться в этой жизни. Самарореализоваться. Панч, устаканится. Да, 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 да. То есть я устаканился, короче, да. Каково было, в принципе, узнать, что твоя заявка не прошла на Versus Fresh Blood, потом просто в один момент подготовить один из лучших баттлов отбора буквально за три дня? Когда меня не взяли, я охуел. У меня начало все вот так вот рушиться в голове, потому что я думал, что меня возьмут, а меня не взяли. И тут возникают вопросики. И, ну, типа, какого хуя вообще? Я прямо чувствовал, что, типа, блядь, я должен был пройти. И, типа, не прошел. И что-то вот у меня как-то внутри так хуяк все рухнуло. Ну, и я, короче, опять начал бухать. Вот. И я потом, типа, меня шмаляют такие менты, короче. Я с другуном, короче, по райончику такой шатаюсь. Нас шмаляют менты. И мне пишет реестр, типа. И я такой на радость и хах, нихуя себе, типа. Потом он мне позвонил и, типа, сказал, что, типа, так-то, так-то. Они передумали. Потом выпустил Мирон. Ну, в Твиттер выложил видос, что, типа, что я прохожу. И что они передумали. Что они пересмотрели свое же видео и изменили свою точку зрения. И тогда я такой, да, сука, я же знал, что так должно быть. Кто ты из смешариков? Никому из этих ебаных смешариков я не отношусь. Потому что меня, блядь, ну не то, что бесит, типа, меня абсолютно не задевают всяческие вот эти вот сравнения со смешариками. Типа, ну, панчил я про смешариков. Че, типа, я, блядь. И про бэушные линзы панчил. Почему меня линзы не называют, там, про, блядь, стал мужчиной. Если я линзы, то Акувью, как-то там, хуй знает. Какие-то, если я линзы, то бэушные. Успел ли ты уже потусить с Оксимироном? Я уже успел потусить с Оксимироном. Вы можете это посмотреть на видосе, который уже вышел на канале Versus'а с нашим корпоративом. Вот, просто на данный момент этот видос еще не вышел. И, типа, видос выйдет только когда тот видос выйдет. Ну, и, типа, вы поняли. Короче, пизда-то мы затусили с Мироном охуенно. Завидуйте. Команда Смоки. Короче, ебать, жил я в комнате с одним типом, блядь, когда устроился в ебаный батутный парк в Москве. Не хочу его рекламировать, потому что кал ебаный на самом деле. И, в общем, когда мы с ним первый раз буханули, как бы соседи, вся хуйня, короче, я ему читал свои панчи, а он надо мной угорал. Типа, чувак, ты че, блядь, типа, какой нахуй Versus, блядь, ты че? Было видно, что он такой, типа, блядь. Блядь, что мусор какой? Он че, серьезно? При том, что, ну, такое, типа, специалист по батл-рэпу из него так себе. Вот. В принципе, нормальный такой чувак, но, типа, блядь, я просто помню, как он угорал над этим, и как, блядь, выселял из меня надежду. Давай внезапный панч. На светлое будущее. Внезапный панч, короче. И этот, блядь, ты нахуй худющий, сука, пидор, будто юзаешь только соль, как ограниченный композитор. Заливал мне то, что, чувак, на Versus, блядь, это там вообще пиздец. Там таких лютых типов берут, ты че, блядь, серьезно, вот с такими панчами в натуре. И хуй ты думаешь? Когда я туда прошел, он мне написал, чувак, ты просто обязан меня взять с собой. Ты просто обязан. Я грязь такая. Знаешь, там вокруг, блядь, как минимум, вот у меня есть там до 5 друзей, которые меня поддерживали, то есть с самого начала, то есть реально поддерживали прям вот. До того, как я еще хотел на Versus подать заявку, они мне сами говорили, типа, да, Кирина, надо, блядь, делать, типа, надо, блядь, мутить, потому что у тебя все получится. Ладно, давай обнимемся. Вот 5 таких друзей там у меня было, ну примерно, короче. Это Кири Аманолий и еще 5 чуваков моих пацанов и одна девушка. Блядь, нужно нахуй кидать всех типов, которые меня поддерживали, и брать этого типа, потому что я обязан. Типа, ну как, блядь, без этого? Ну как бы, мягко так сказать, довольно-таки нездоровый образ жизни. Мешало ли тебе это когда-то развиваться в спортивной карьере? Помогало. Помогало развиваться в спортивной карьере у меня нездоровое ведение этого образа жизни, потому что это прибавляет такую значительную уверенность в себе, вот, и вообще во всем нахуй. Короче, это охуенно, типа, я вообще не понимаю, как можно на соревых выступать трезвым. Типа, у меня никогда, как бы, такого не было. Нет, мне когда-то было, типа, я когда-то прыгал на соревнованиях, допустим, трезвым, типа, но я жутко волновался, было очень, мне трясло, блядь. Короче, я вообще боюсь, типа, камер, публики и всякой такой вот хуйни. Типа, я на меня и на версусе трясет, пиздец, пока что. Я думаю, потом это пройдет. Вот, а потом, короче, когда я понял, что можно нахуяриться и, типа, забить хуй на это волнение, типа, я начал пить и выступать пьяным. И у меня все получалось, потому что все соревы, на которых я выступал бухим, я что-то выигрывал. Как тебе пришла идея, в принципе, и о чем ты думал перед тем, как исполнить тройной палмдроп? Мы тогда с Лехой, а Сауленко, хотели снять неебейший видос. И там должно было быть много разных трюков ебанутых, по типу тройного палмдропа, вот. Но мы такие походили по местам, на которые накопали там за день до этого. Там уже снег затвердел нахуй. И, типа, мы такие подумали, да ну, типа, вообще кидать, сейчас что-то так впадло, типа, пиздец. Ну, я говорю, типа, пошли хотя бы дойдем до этого, до места, типа, с лестницей, где, как бы, я хотел трипл, короче, кидать. И это, ну, мы дошли, типа, до этой лестницы, и, короче, Леха говорит, типа, блядь, ты все равно не будешь это делать. Я говорю, да буду, буду, заебал. Короче, пацаны мне просто копали где-то час этот ебучий сугроб, а потом просто не хотелось подводить пацанов. Я уже делал, да? Да, двойной, конечно, делал. С пол-лестницы я двойной делал, подумал, что с этой, типа, три зайдет. Ну, и, короче, я просто так раз выебывался, что у меня уже не было пути назад, вот. А пацаны меня сугроб час копали, поэтому, ну, они бы меня этой лопатой уебали потом нахуй, если бы я не сделал этого. Поэтому меня на это сподвигла нихуя не смелость, а просто, блядь, выебоны и долг перед пацанами. Другой рукой. Блядь, у тебя убора нет головного. Самая горячая тема этой зимы в экстрим-сообществе контры между паркур-сообществом и батутными фристуйлерами. Твое личное мнение по поводу всего происходящего? Ну, мне лично похуй, что кто-то стебет батуты или кто-то стебет паркур, типа. Просто, мое личное мнение, что вот эти вот рамсы, короче, батуты, паркур, короче, это идет от того, что практически никто не прыгает и то, и другое. Началась война. Не на жизнь, а на смерть. И... Не на... Не на жизнь, а на лайке. На лайке. Как война клещей. Похуй. Короче... Бля, короче, хуйня это все, нужно прыгать либо и то, и другое, либо и то, и другое. И никак иначе. Ну, главное пить. Можно. Главное пить, главное пить и не выебываться. Расскажи о своих самых сложных травмах и, если было, о желании бросить. У меня никогда в жизни не возникало желания бросить прыгать, потому что, наверное, у меня никогда не было серьезных травм. Типа, ну, я разъебывал голову, нахуй, там, ну, бля, типа, ну, это хуйня, типа, ну, зашили, типа, ты через две недели опять прыгаешь, там, ну, не знаю, ногу рассекал, еще раз голову разбивал, еще, бля, чего у меня там было. Ну, голеностоп рвал, но, типа, это все хуйня, потому что это быстро восстанавливается, ты можешь вернуться в строй достаточно быстро, короче, вот. А потом, полгода назад, я разъебал свое колено, очень нелепейшим образом, я делал, короче, обычные ронда-два винта на маты, там два мата лежало, типа, я делал ронда-два винта, и у меня, короче, одна нога немножечко боком встала в щель между матов. И у меня, короче, выгнулось колено нахуй, и, видимо, с ним что-то не то, раз оно у меня теперь при ходьбе вылетает, вот. Зато в армейку не пойду, короче, я могу, блядь, у прилавка, нахуй, в магазине стоять, и оно у меня вылетит в пизду, типа, поэтому сейчас я не буду прыгать еще очень долгое время, пока не разрулю. Помимо батл-рэпом в будущем когда-либо еще, стоит ли ожидать от тебя релизов с прыжочками? Я, скорее всего, сделаю операцию на колено, да, и, может быть, года через полтора, через годик-полтора, да, где-то так вот, может быть, что-нибудь опять начну мутить прыгать, вот так вот, может быть, а может и нет, может и нахуй у меня на это не нужно будет, посмотрим, типа. Но я бы хотел, я бы не хотел это забрасывать, это прикольно. Так, ну что сказать-то? Что сказать, пиво дай и ебашь сальто. А надо сейчас прям? Первое в мире сальто без сальто. Хуй знает, уже было, блядь, дай бог, у меня колено не будет. Господи, опять заставили его до смерти, блядь. Есть единственное сальто, которое я могу сделать, типа, с больным коленом, это не сальто. Ебать ты байкер. Хорош! Сальто сальто? Норма-а-а-а-а. Нихуя себе! Снимирил здесь. Я был удивлен, я был удивлен данным элементом, но мы продолжаем связку охуенных трюков. Следующий на сцене Егорка с кита. Без групперов. Без групперов. Юзенгейра. Ев, Ю следующий. Хорош. Ну охуел же. Живче. Молодежь. Продолжение следует...